Ужасно сейчас спешу, потому что 9.30, в 12 нам надо уже выезжать в аэропорт, а у меня еще не собран чемодан. Я не движу это делать, но погнали. Ох, как отлично подходят эти цветы под мой пиджак. Всем привет! Мы приехали в Стамбул, и это не наша конечная точка. На самом деле у нас здесь только перестатка, и она длится целых 20 часов. Мы провели просто прекрасный день в Стамбуле, и я предлагаю вам просто прочувствовать этот город за минуту. Ой, как красиво, смотрите, а там видно море. Ну вот, предпоследний этаж. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На каждом сантиметре возможно создать не просто красивые фотографии, а даже картины. Вы только представьте, какие тут закаты. Сказать, что моя мама мечтала здесь побывать, ничего не сказать. Я счастлива, что наши ожидания оправдались. Я уже мечтаю вернуться туда снова. Привет! Да, я с тобой говорю привет! Ой, слава богу, они тут накондиционерили. Так, ну приличный у нас тут. О, даже ванна есть. Или душ, ванночка. Вообще шкаф. Ну главное, что зеркало есть большое. Зеркало, твой туалет и душ не на улице. Мы уже переоделись и сейчас вот вышли на пляж. Конечно, не близко, как в Таиланде, но все равно. Да. Вот такой красивый вид. Покажем вам водичку. Везде, да, стоят такие лежаки на пляже. Они вот так разбросаны в хаотичном порядке. Где вы хотите, там ложитесь. Сложила сейчас под камеру вот просто все, что было на лежаке. Всем привет! Мы приехали на Мальдивы. Мои родители уже пошли заниматься скарлингом. Короче, в масках плавать, смотреть на рыбок. Потому что их здесь очень много. Конечно, не так много, как в Красном море. Но все-таки достаточно. Если сравнивать, например, просто с нашим Черным морем курорты Краснодарского края. Кто не знал, я с Краснодара. Каждый раз под видео просто этот вопрос. И да, я очень часто была в Геленджике, в Сочи и на всем побережье нашего Краснодарского края, в общем-то. И знаете, что меня больше всего поражает? То, что, да, мы потратили 300, там плюс-минус 50 тысяч на этот отдых. И потратила его я вместе со своим братом. Я еще дополнительно заплатила за себя. Потому что родители не знают английского. Им нужно было переводить все, фотографировать их. В общем, они хотели поехать вместе со мной. Поэтому я ехала одна. Так как это очень дорого. Мы не поехали вместе с Максимом. Если у вас будет такой вопрос. В общем, денег действительно потрачено много. Но оно точно того стоит. Вам может показаться, что 350 тысяч за вот этот отдых, это просто бешеная сумма. Но на минуточку. Перед тем, как сюда лететь, мы посмотрели, сколько стоит кемпинский гранд-отель в Геленджике. В нашем замечательном море в Геленджике. С шикарным нашим пляжем. Знаете, сколько? На неделю, на три человека. Отель, включая завтрак, стоит 230 тысяч. Вы просто слышите? 230 тысяч без перелета, без обеда, без ужина. Здесь отель стоит 125 тысяч с завтраком, обедом, ужином, с трансфером от аэропорта. Просто где вообще логика? Я понимаю, что кемпинский это люкс-отель. Но все-таки Геленджик, Мальдивы. Геленджик, Мальдивы. Ну как-то вот вообще, да, ничего-то не сходится. Большая часть суммы на наш отель было потратено на перелет. И это 180 тысяч. Почему так дорого? Потому что мы в последний вообще день покупали билеты. Если бы мы купили за три дня, они стоили в тот момент стоить 10 тысяч. Просто бы 70 тысяч сэкономили. И вот знаете, что-то все-таки скривло в последний день душу, что типа 70 тысяч разница. Вот почему-то не купил заранее. И мы даже думали, что полетим в Дубай, потому что это намного бюджетней. Но все-таки у мамы всегда была мечта. И мы Мальдивы. И мы решили, будь оно на 50 лет. Мечта должна обязательно исполниться. Хорош разговаривать. Погнали купаться. Это мечта. Отмечать праздники в таких невероятных местах. Отсюда остаются в памяти неподдельные эмоции. За такой памятью и стоит ехать на край земли, чтобы провести даже хотя бы три денечка. Ведь они станут незабываемыми. У нас сегодня суперактивный день. Мы сейчас идем плавать на каноэ. Поздравьте меня с первой неоновой вещичкой. Это купальник. Вот так он выглядит. Хочу быть яркой, спортивной. Типа я умею плавать на каноэ. На самом деле буду первые в жизни плавать на нем. Вот. Можно вообще оставить экзакцентрельный там покер. Пожалуйста, не убивай кого-то. Окей, с аппаралом. Веслом не надо долбить. У меня вот такая одиночная каноэ. А вон родители плавают на двойном. А чтобы заснять этот момент, мне нужно было остановиться грести. И теперь меня разворачивает. И я могу вот так вот родителей подержать по ладошке. Ой, какое же красивое море. Так приятно находиться внутри него. Далеко от берега. И летели сейчас уже далеко уплывут. Так что я по. Такое плаве. Поняли все? Значит. Сейчас мы с вами сплаваем. Веслом не надо долбить. А? Давай тогда быстрее. Было очень прикольно. Каноэ сильно считалось. Но знаете, я выдержала. Я все-таки плавец. И родители тоже нормально. Правда, папа уплотел. И потом мы плавали в днем с мамой. В общем, круто. Но мне хватило 40 минут вот так. Поэтому час это слишком много. Эти линии только. А это. А вот это. А вот это. Любовь Дивы. Я люблю вас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы вы понимали, песок просто вот... Я не могу описать, насколько он мягкий. Он нереально мягкий. Я просто наступаю. И вот посмотрите, насколько сильно нога проваливается. Только кинетический песок я трогала. Был таким же невероятно мягким. Вот он вообще просто как глина. Бух. Целую яму прогопала. Да иду я, иду. Иду, иду. Ну что, девочки и мальчики. Я знала, когда нужно надевать такое шикарное платье. Посмотрите, что здесь готовится. И в этот момент я хочу сказать вам. Теперь вы знаете, какая моя одна из самых больших мечт. Это свадьба вот в таком филе. Вот. Это же так красиво и шикарно. Боже мой, сейчас споткалась здесь. Скажем так, уже шужочек к мечте. Побывала, значит, уже на таком мероприятии. Ну, фактически побывала. А теперь кушется в самой такое мероприятие. Максим. Ну, начать можно хотя бы вот с такого романтического ужина. Было бы хорошо тоже. Какая красота. Они все провода для вот этих фонариков вкопали в этот песок. И даже вот эти синие штучки, которые светятся, они тоже вкопаны в песок. Ма просит их поснимать. Ну, конечно же, я вас поснимаю. Красота. День рождения. Ну, и на этом я хотела бы, наверное, закончить мое видео. Спасибо, что вы его смотрели. В таких красивых кадрах. Конечно же, еще минутку сейчас покажу вам. Мечтайте. Ставьте себе цели. Достигайте. Работайте для них. И помните, что я вас верю. На все 100%. Даже если вас не верит никто, я верю в вас. Вот. И вы верьте в себя. И не предавайте себе свои мечты, цели и свою душу. Всем пока-пока. Мечтай о действиях. И никуда не останавливайся. Субтитры сделал DimaTorzok